Страна ФМ принимает поздравления. Друзья, у нас в гостях сегодня Филатов и Кэрос. Парни, привет. Парни, привет. И Малёша, привет. Пожелай мне удачи. Вот прикольно, да? Посмотрели видеоряд, бах, они уже здесь. Да, да, да. Сервис. У нас сегодня день рождения в студии Майк Войс Лиза Калинина. 15 августа. Два года. В стране ФМ у нас замечательные гости. Это прекрасно. Мы вас поздравляем с этим замечательным событием. Кстати, сегодня магия числа 2. Нас двое. Да. Мы второй раз и вам два года. И нас двое. И страна ФМ в телеке и в радио тоже 2. Это 2, да. Все 2. Магический рокер. Все сложилось, да. Ну как у вас дела? Как настроение? Дела хорошо. Пришлось пораньше проснуться, что нам не свойственно. Но это даже прекрасно. Мы обнаружили, что страна находится недалеко от нашей студии. Я хотел бы, да, подчеркнуть, что некоторые гости приходили в 9 утра. Вот они проснулись так проснулись. Некоторые засыпают 8 по этому. У всех разный режим. У всех разный режим. Смотрите, вот вы нам пожелали всего хорошего. У нас ждут от вас поздравления наши слушатели и зрители. Вот что им нужно особенно сказать в этот день, когда страна ФМ отмечает 2 года? Особенно сказать? Особенно есть что-то. Да. Не вот это что-то, как всегда. А что такое эксклюзивное? Особенное. Уникальное. Мы вам желаем... Что особенного? Особенного, может быть... Особенного настроения, наверное. Вот. Нет, это такая банальная особеннощина. А настроение это создает кто? Это наш телерадио. Канал «Страна ФМ». Вдвойне. Вдвойне. Вдвойне и 2 года. Какие у вас планы? Чем вы сейчас занимаетесь? Поделитесь. У нас выходит в эту пятницу, то есть это уже получается послезавтра. Да. Действительно. Новая работа, она называется «Хайвей». Выходит она вместе с видеоклипом сразу. Так что в первую очередь, наверное, можно будет увидеть это все на YouTube на нашем канале. Так. И мы постараемся сделать так, чтобы это, хотя не очень форматно, потому что на английском языке все-таки трек международный, но попробуем как-то презентовать и у вас в эфире. Будем переводить, что уж там. Будем переводить, да. На русский. У нас есть для вас задание. Просьба, задание. И я знаю, что вы не откажете нам. Вас двое, и нам не хватает еще двух строчек в нашем гимне, потому что... То есть каждый должен придумать по одной. Мы пишем сегодня гимн. Да, действительно, это так. Последний корявый почерк, это мой. Я просто тоже подумал, ну почему бы и нет, я тоже что-нибудь напишу. Вот. Вот мысли, естественно, были Лизы, почерк мой. Мы пишем по строчке. Вас двое нужно по строчке от каждого. Я вам быстро прочитаю, что здесь было. И песню «Ставь ты не одну» про торт, хлопушки и конфету. И клипы «Ставь ты на страну». Вам нужно придумать две строчки, каждый по одной. Да. Фишка в том, что думать многое и долгое нельзя. То есть сходу... Создай историю свою. Создай историю свою, да. Да. И желательно, чтобы где-то было слово «синхронное вещание». Вот, если можно. Так, я даю вам пол-маркеру. Да мы долго будем думать с синхронным вещанием. Вот нельзя, нельзя. Вот, кстати, можно взять микрофон. Микрофон обязательно берите. Так, давай, да, потому что люди с плохим зрением, как у меня, не видят стену даже отсюда. Я просто не понял, какой рукой хочется. Попробуем. А писать можно любой, как... Честно говоря, как вот... Я той, той могу. Кстати, можете один на двоих просто взять. Один на двоих возьмите. А, один на двоих сойдет. Да, конечно, конечно, конечно. Все, это бросьте. Итак, про только лакушки и конфеты. Что-то уже выходит, я смотрю. И клипы ставьте на сторону. И что там? Создай. Создай историю. Так, историю. Свою. Создай историю свою. И тут же... Одна строчка есть. Создай историю свою. Так, и что еще? Тут у нас дуплет. Поделись микрофоном. Дуплет, потому что у нас две строчки. Две. Какое надо было вещание использовать? Синхронное вещание. Синхронное вещание в FM-диапазоне. Создай историю свою. Вот, да, лучше бы не спрашивал. Вещай синхронно. Вещай синхронно. Так. Вещай синхронно. Страну-страну тогда будет. Вещай синхронно. Создай историю свою. Вещай синхронно, точка. Всех люблю. Точка. Восклицательный знак. А, пожалуйста, чтобы... А или вопросительный. Всех люблю. Чтобы не повторялись просто знаки пропинания. Точка, восклицательный знак. Парни, все меньше и меньше, понимаешь, они решили поместить всю историю на папирусе нашем. Это Маяковский. Вещай синхронно. Слушай, мы потом пригласим его. Всех люблю. Всех вещай синхронно. Всех люблю, да. Создай историю свою. Вещай синхронно. Всех люблю. Ну, браво. Ну, браво. Ну, а не добавить, понимаешь, вот мне кажется, что будет делать следующее, понимаешь? Чтобы все уже написано. А там второй куплет пойдет. Или припев? Припев. Припев. Какой можно припев? Поддайте нам какой-нибудь... Припев должен быть из-за такта. Идейку, идейку. Ага. Та-ра-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. С днем рождения еще раз. Ура! Вас с днем рождения. И хотелось бы напомнить об еще одной важной дате, раз уж нас сегодня презентовали как бы вот работой с Цоем. Сегодня трагическое событие произошло 28 лет назад. От нас ушел Виктор Робертович Цой. Вот. Но я надеюсь, что он будет жить в наших сердцах. И в эфире Страна ФМ. Цой жив! Будет жить. Филатов и Кэрос, парни, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо огромное. Пока. Страна ФМ принимает поздравления.